Нам так не велел петь Игорь Митвиенко Ну ты опять там выкобениваешь, скорее всего Жили и пели душа в душу Если и были проблемы, то только из-за меня Сколько же они на нас заработали? А чё куда-то пропала Сати Казанова? Motherf**k Я хочу петь одна, я должна быть одна Молодец, что поддержал меня, хлоп Сколько в тебе женских сущностей вот этих разных? У меня уже не триггерит всё это Рассветлённая стерва Куда вот это красивое платье со слонами? Спасибо за комплимент этому платью Мне самой очень нравится, я впервые надела Мне его подарила прекрасная дизайнер И истинная художница Татьяна Парфёнова Очень красивая Татьяна Татьяна Парфёнова, она Причём она говорит, я хочу вам что-то Сати подарить И вот она смотрела на свои удивительные наряды И говорит, вот что-то вам нужно изящное И потом достала это платье, говорит, со слонами Такими индийскими слонами И платье из коллекции Признание в любви Ну, друзья, потому что не видите сейчас Столько деталей, да Потому что Сати не поворачивается к вам спиной А там ещё и вырез на спине Почему бы нет? Почему бы не повернуться? Покажи, пожалуйста, Сати вырез на спине Нет Стать Аплодисменты Понимаете, да? Жалко, что у нас не сцена С чего мы начали сразу Да, мы начали сразу с главного, я считаю Друзья, но ведь не только об этом будет Наш сегодняшний выпуск программы powered by Фабрика с Яной Чу Вы уже поняли, кто у нас в гостях Это было представлении В нашейб 19 Платье Сати Казанова У-у-у-у-у Ну, пазл фабричный сложился Не будем скританничать Да, были все Ну, конечно, за исключением Маши Алалыкину Ну, Маши понятно Нельзя рассказать историю Fun Сigue и группы Hot не услышав тебя голос во всём этом хоре Ну что, я рада, я очень рада здесь быть Я не верю, что прошло 20 лет Яна, 20 лет прошло с тех пор, как жизнь дала реально путевку к той публичности, к которой я стремилась, к каждой фиброй моего существа А сколько лет тебе? 20 будет, 2 октября Дождь придуман для того, чтобы ты осталась дома Можно так слегка подвигаться, но так немного Дождь придуман для того, чтобы ты одна осталась дома Не одну жизнь как будто мы все прожили за это время, было столько проектов Я думаю, что и у вас такое ощущение, да, что... У тебя так вообще сколько? 10 фабрик было, да? Каждая фабрика, это же что-то... Ладно, 7 еще, там дополнительных накидали Там было 7 оригинальных, плюс вот эти дополнительные Вот-вот, там 9-10 что-то Ну что-то типа того И помимо кучи других проектов А еще и фабрика Звезд 1 Я полагаю, вы там на коленках все это собирали Есть такая прекрасная телевизионная пословица Из паутинки люди делают картинки Я забираю эту пословицу Welcome everybody! Пожалуйста! Ну, дарю, а еще есть поприличнее версия Дендрофекальным способом Дендрофекальным способом И палок А, и палок, это народный такой На коленке делался первый проект, но тем не менее Сделался он с душой, от сердца Отдущий брат Может быть сразу начнем или сначала поболтаем, как ты считаешь? Давайте поболтаем, но мне хочется узнать Пересматривала ты вообще кадры тех лет? Или ты вот сейчас, как Яна, впервые? Ну, благодаря тебе инстаграм был заспамлен Она, кстати, меня заблокировала в инстаграм Чтоб вы понимали Ну, прости, пожалуйста Скорее всего, это моя помощница сделала Ну, не исключаю, что это сделала я Потому что мы тебя разблокируем Прости, пожалуйста Дань, понимаешь, вот ради этого стоило прийти на шоу Чтобы лично попросить сойти тебя разблокировать Ладно, ладно Ну, давайте тогда начнем, знаете, с чего? Группа Hi-Fi А мы любили? Помнишь? Смутно Сейчас можешь бегать по студии Вот она Ух ты да Ой, хай, понеслась Опа, опа, и Митя Фомин Ой, девочки, а вы знаете, что это? Не Фомин поет Да, мы знаем, что это поет Паша Продюсер, по-моему, он был, да? Да-да-да-да Паша, продюсер А мы живем пели Мы всю фабрику один пели живьем Подожди, так и здесь живьем? Да Не всегда чисто Не всегда попадали в ноты Зато все отдыши Отдущи Пробор хороший мне сделали, кстати, по волосам Кто на что смотрит Я еще помню, отдельная была песня, как нас одевали на каждое шоу Это мы тоже обсудим Тоже в сердечке, да, на всю жизнь осталось? Слушай, мне такой вопрос, вот эту песню повторили в финале, но почему-то тебя убрали оттуда, вот в финале, в олимпийском была эта песня, но почему-то тебя не было, была Алла Лыкина, как так? А вот этот взгляд я узнаю А, пять причин, да, первая, может быть, даже Скадышева из Долина Ивушку пела То есть у нее были свои звездные номера Нормально, нормально Не, меня вот это вот порадовало, вот эта стадия принятия, то есть ты Я просто тебя не видела там в деле, типа, что ты там что-то себе вырывала А ты же, видимо, не внутри была, ты в этом процессе не была Ты писала тексты, вы там на коленках реально все это ваяли, лепили А у нас там свои были процессы, процессы Разборки Я говорю, я вот сижу, не то, что меня это не касалось Конечно, я переживаю за каждого Кстати, мы с тобой договорились, да? Только что я попросил При мне, пожалуйста, никаких вот, ладно? Давайте вы будете делать, когда я уйду Хочешь, чтобы почистку принесу? Младишь, что ты у меня слакать У нас никто просто не может, либо я просто не хочу Я почему-то в разборках была все время относительно того, кто должен помыть посуду и кто должен почистить картошку Ну а что, как ты такой ранимый и обидчивый? Да, я есть так И я мне это очень важно Понимаешь? Это абсолютно ничего не означает Ты можешь быть старше, но я могу быть умнее Или наоборот Это было звезды нашего холета Все время была вот в этих конфликтах бытовых, прям, чем самых бытовых А когда были моменты с выбором репертуара, нас особо-то и не спрашивали Поэтому, ну, я помню, что я очень расстроилась, когда Игорь Матвеенко не определил меня как сольную певицу Я помню, вот это был для меня самый страшный удар А там уже, да, группа, не группа, да, дуэт Мне было больно, что я вот не сольная певица И помню, что это было для меня большим ударом Сидела, плакала в коридоре Игорь, проходя, говорит А что ты плачешь? А мне было очень стыдно сказать, что я Я не хочу быть в группе Я хочу быть одна Я должна быть одна Ну, в принципе, тебе Дура, молча, все тебе дали Такую возможность Такой подарок В продюсерском центре Игоря Матвеенко Ну, быть на сцене Такие песни, такой продюсер Классный был коллектив Мы с девочками жили и пели «Душа в душу» Если и были проблемы, то только из-за меня «Душа в душу», значит, угу А что? А что-то не говорили, да? Нет, во-первых, ты сама в интервью очень много вспоминаешь Ты сама интервью говорила А я ничего не скрывала никогда Вот И Саша Савельева Саша Плюс Подтвердила? Возмущалась тому моменту, что ты вот в интервью все время говорила, что Я хочу быть в центре на плакате Я хочу петь вот эту строчку Я вот эту песню петь не буду Да, это был, кстати, апофеоз нашего скандала Когда я вдруг перед выходом на сцену У нас какой-то город, какой-то концерт И мы составляем программу Ира сидит и как бы очень послушно пишет, что мы И они назвали какую-то песню, я уж не помню какую Я говорю, я эту песню петь не буду Это рассказывают не только девчонки, а даже Миша Гребенщиков Да, знаешь, он об этом знал Все в курсе И все думают, ну ничего себе Показанного штучка Так, давай Ромео Вот Ты у нас сейчас должен придумать песню Ты не будешь говорить О, Джульетта Ты должен придумать сейчас песню С которой ты выскажешь все свои чувства Джульетте Джульетта Вы девушка хорошая Почти не заросшая Я бы до вас хотел докасываться, понимаете Джульетта И сам весь потрясся Потому что и люблю я вас Ну а если вы мне не откажете, что-нибудь в конце концов покажете Я больше не могу так жить Любовь зла Ты сейчас говоришь как человек, который уже проработал все вот эти свои штуки тогдашние Ну да, сейчас уже смешно Я уже сейчас, конечно, так не поступила Может быть, не знаю А потом меня раз-раз-раз-раз все это раскладывает И мне потом еще становится очень горько-стыдно-грустно Я еще дня два рефлексирую И думаю о том, как же это все ужасно Как я могу вообще, как меня земля вообще держит на себе А потом на третье отпускает И снова я счастливая Так и живу А вот он не выглядит как, знаешь, такой А вот там, вот этой вот сладостью Он очень сладкий Он очень смешной У него потрясающе Кстати, чувство юмора Это первое, что я подметила И я подумала С таким чувством юмора, в принципе, можно прожить все Я не знаю Это мы даже особо не познакомились Я просто так подумала Это был, наверное, первый звоночек Когда он как-то так пошутил Чтобы все, как я отсмеялась и вытерла слезы Я подумала Вот с таким чувством юмора, с таким человеком, наверное, можно жить всю жизнь И вообще не заскучать И я не относила это к себе Его к себе, во всяком случае Я так соскучилась Мы не виделись полтора месяца Да, для меня это нормально Стефана, вы железный человек Примите, пожалуйста, мой респект Тонну респекта Ну, благо, мы так заняты оба Что он в своих Он, кстати, стал телеведущим На одном из самых классных каналов Италии Там по теме путешествий Геополитики, что-то такое Когда мы в Италии Его останавливают, с ним фотографируются А я иду такая А я плюс один К этому Мнаменитому мужику Слушай, ты тоже такой интересный Я радуюсь, я очень радуюсь Я так им горжусь И я вижу, как он это благородно воспринимает С какой любовью Он с таким вниманием Я никогда не была так внимательна к тем Кто ко мне подходил Особенно в первые вот эти дурные годы Ну, в смысле Десятками, сотнями Очень, ну, ты помнишь, как это было И я иногда даже вот так вот скрывалась Думаю, ой, нет, лишь бы не подошли Лишь бы не подошли А потом я могла ей сказать Нет, извините, не хочу Я не в настроении Звезда включилась Да, да Он однажды услышал подобное Хотя, я помню, в аэропорту мы были Я была очень уставшая И выглядела так же И какая-то была такая И кто-то Извините, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, простите, я Вот, нет И он говорит, вот почему ты отказала человеку? Я говорю, я Я женщина? Я И он не понял меня Говорит, тебе Бог дал этот дар Ну, в общем, отчитал меня И мне даже стало стыдно потом Думаю, блин Мне нравится эта парочка Перед нами сидит просветленная стерва Так что? Кстати, хорошее название книги Вот и на вере Девочки, запишите где-нибудь, чтобы не забыть Просветленная стерва Да Так и запишем Так и запишем Слушайте, так неинтересно Она реально на первых минутах уже сдала А ты ее хотела колоть, говорить А вспомни друг Можно сценарий выбрасывать А вспомни другой Выбрасывать Что мне? Так Да, что тут правильно? Нет, ну подожди Меня уже не триггерит все это Подожди, подожди, Милочка Это мы еще только первый номер посмотрели Там истории-то еще Хорошо, давай Ты готова? Давай, давай Ну давайте, да, поехали Сливки, всего и делов Уже плохо А Матвей, я смотрю, воздумал об девичьей группе уже, видимо, на тот момент Примирялся Да, он уже здесь Примирялся Посмотрите, вот Карина Кокс, да? Да Она всегда была лидером Да И вот эти вот две менялись И никто не замечал Видимо, ты тоже была своя Карина Кокс В фабрике И смотрим, куда он клонит Просто, боженька, да И я тобой горжу А, боже Кто мне дал эту юбку жуткую? Фу Мы отвлекли сейчас на юбку Да, да, мы сейчас все дали Ой, а действительно странный, да, наряд Что-то Это преступление Это юбки, эти сапоги Это как с рульом А прическа меня как у тебя, кстати Да, у нас, видимо, один стилист Укладывал Саша Саша Шевчук Ну может быть не он сам А кто-то из его ребят Но по одной механике О господи, Маша, о боже, что я тебя люблю. Вокал. Ты скажешь откровенно, ты скажешь, что ты на все готов к себе. Расщепленку. Вот это хрипотца, секси-хрипотца. Машку как-то помотнее делим, она в группу вписалась. Вписалась как бы. Ну ты опять там выкобениваешь, скорее всего, сказал я джинсы одевать не буду, брать и юбку. Вряд ли. Отрицаем. Когда они, значит, человек пять, все говорят, да не не классно, да хорошо, смотри какая юбка, вообще с сапогами будет огонь. Я такая, ну да, наверное. А через двадцать лет. Наверно. Да, а может они мне даже сказали, ты знаешь, а все это будет в джинсах, ты одна будешь в юбке. Вот скорее всего они знали, как механикот, они видели, что ты лидер, ты хочешь сольно выделиться. Вот, они сказали, ты одна будешь в юбке. Я такая, ну ладно, пусть она страшная, как смерть, как атомная война. Ну я буду одна в юбке зато. Слушай, а вообще откуда у тебя, у сатишки Казановой, взялась вот эта вот офигенная уверенность, что ты можешь быть сольной артисткой с твои двадцать лет. Потому что я родилась с этой уверенностью. Да, кстати, я родилась с этой уверенностью, по всей видимости. Я как-то очень наглая, дерзкая была. Вот я помню, я, я себя ту вспоминаю, я даже на сцене какие-то такие взгляды какие-то делаю, почему я сейчас на это не способна даже. Какие-то фотосессии, где, ну… И… Как говорится? Да, вот это все. Это просто амбиции. И они, конечно же, не были подкреплены ни вокальными, ни любыми данными. И у меня не было этой способности быть сольной певицей на тот момент. Либо меня надо было очень прям вот тащить, упаковывать. И вот спустя восемь лет в группе «Фабрика» я действительно подошла к тому, что да, я могу и должна уже пора. Мне-то казалось, что если я уйду из группы и начну петь глубоко, страдательный… Ну вот я же кого заслушивалась там всякий… Селин Дион, Лара Фаби, да, вот этот вокал какой-нибудь пронзительный, и вот эти вся… And now… И все, да, вот эти песни. Мне казалось, если я буду вот так петь, вот такими голосами, это же, я же не знала реалий, вернее, не хотела видеть реалий, а мне Митвиенко говорил, ну, это не нужно нашему народу. Он и так измученный. Полегче. Это ты еще. Да, и ты еще со своими песнями. Да. А он ведь прав. Вот этот конфликт того, что мне кажется правдой, и того, что есть на самом деле правда, он мне просто обнаружился, открылся где-то через года-полтора, после того, как я вышла из группы «Фабрика», но еще была в составе продюсерского центра. Игорь хотел мне давать песни такого же плана, то есть примерно таким же путем, как Жанну Фриску вели, Фриске вели «Царствие небесное». Зато одна. Зато одна. Наконец-то никто тут не мешается. Да, да, да. Не надо орать. Концерта в два раза больше, ну как бы по идее можно было из этого сделать, но я не хотела те же песни только сбоку. Я хотела. Упертая, упертая. И я как-то бунтовала все. И в конце концов мне Игорь говорит, а зачем тебе продюсер? Просто бы тыенко задолбался в какой-то ванной. Это правда. Он говорит, а может тебе не нужен продюсер? Мне кажется, ты прекрасна сама вот. Боже, какой Игорь деликатный. Очень. Он просто не ангел. Он не ломал меня, не это. И он вот как-то так мягко сказал, такая, правда. Я еще обрадовалась. Он тебя купил. Да. Он просто думал, как же ее от этой сумасшедшей освободиться. Ну, и я подумывала на тот меньше. Мы просто мучаем друг друга. Может даже я больше его мучаю. Если я знала, с какими я потом столкнусь трудностями, я бы, может быть, так легко бы не уплыла с этого большого корабля на своей маленькой надувной лодочке. Нарушай метафору. Это был плотик. И я просто построила свою лодку, пока она не такая большая. Дальше начинается лоза. На маленьком плоту. Вот я на своем вот этом рыхленьком плотике уплыла от Игоря Матвеева. Нет, подождите секундочку. Раз уж мы сами об этом заговорили, окей. Но ты же уплывала тогда не на этническом плоту. Нет, ни на каком этническом. Я все полагала, что я найду свой репертуар. Я после Игоря Игоревича, получается, у меня была менеджер Лиза Лукина. Вот. У нее хорошая хватка. Она очень талантливая. С ней, кстати, у нас случились хиты «До рассвета» с Арсениумом. И «До рассвета» пусть горит любовь, любовь. И хит «Я украду» с Дони. Проследуй по следам моим по рукам, Последуй по глазам, по тропам мирам. Казалось бы, да? Да. Опять же, интересно, что это не сольные были хиты. Опять же, они все время были дуэтные. Вот с момента ухода из группы была первая песня. Это тоже еще в составе Парадистского центра Игоря Матвиенко. Там Андрей Лукинов очень посодействовал. И мы сделали с Батиштой «Чувство легкости есть». Тоже хорошо эта песня зашла. Она не стала суперхитом, но хорошо зашла. Вот ты поняла ли, что ты от НАТО не взлетаешь? Тебе надо рядом кого-то вдвоем, чтобы опираться. Возможно. Да, да. Но потом-то я выщупала, выщупала, выщупала. А говори как хочешь уже, мне нравится. Твое слово «абызавань» такое кривоватое. А мне так она так не говорит. В общем, выщупалась, выщупался мой путь, этнический путь. Это уже связано уже с духовными практиками, с учителем, с мантрами. Пока! 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 Я же была в дикой, затяжной депрессии. Я не поп-гива. Депрессия была от того, как я сейчас уже понимаю, спустя на тот момент 12 лет, что старое уже невозможно для меня, я уже не смогу, вот не могу. А новое мне не открыто. Я тогда просто стала слушать мантры. Я йогой занимаюсь, это единственное, что меня реально радовало. Вот попотеешь полтора часа, а потом шавасана, 15 минут, и потом вкручат мантру, а под мантру раз, их купаюсь, слезать, и что, думаешь, как это божественно. В то же самое время зрителю экрану, а что куда-то пропала Сати Казанова, а что вот она из фабрики ушла, и все. Стремилась, стремилась, я, говорит, буду сольной поп-дивой. Ушла и мантры. А мантры я пела для себя. Причем мы с Лизой, она знала тоже моего гуру, она ездила тоже периодически к нему, она тоже практиковала ту же йогу, да, вот эти же духовные дисциплины. Соответственно, она понимала, в чем я, она понимала, что со мной происходит. А я каждый раз, уезжая в Ашрам, возвращалась просто в абсолютной апатии вот к этому материальному, социальному миру. Мне абсолютно было неинтересно. Она меня буквально заставляла идти на маникюры, педикюры, на укладку. Вдруг вот это все мне стало просто неинтересным. Причем, что я шмоточница была, просто не остановить. А сейчас, правда, я опять вернулась, опять люблю красивые вещи. Но на тот момент мне... Это было совершенно неинтересно. Мне сейчас какой-то, видимо, баланс пришел. То есть, если у меня нет, и вот когда сейчас эти санкции, все это перекрылось, а потом я вспомнила, что у меня муж итальянец, я могу в Италии покупать, на карту мужа, я подумала, классно. Любимый, добрый день. Я подумала, классная жизнь, жизнь продолжается, все продолжается. Теперь покупаем все через статико-домбру. Нет, нет, это шутки, шутки. Слушай, а ты разволтала всем такой лайфхак. Так, я же не специально так вышла за ночь. Она же не специально за виталия. Я по любви и вышла за ночь. Ну, конечно. И до всяких санкций заметь еще. Знаешь что, это так просто не засыпает, вот это вот, этот взрывной температур. Конечно. Оно никогда не уснет. Просто оно обрело берега, которых раньше малышка не видела. Ну, как в итоге все повернулось, что мантры и вот и сама этническая суть музыки, где разные, да, вот эти старинные сказы, песни, вот это вот их какая-то не шаманская, а какая-то вот такая прям древняя, очень аутентичность. Вот она меня как-то, ух, я вот в этом чувствую. И это, это стало моей музыкой, сутью, путем. И я в этом, какая счастливая. Неужели ты не хочешь вот опять вот этого всеобщего поклонения, вот этого вот гастрольных туров не вынимая? Это же на самом деле, давай по-честному, гастроли, востребованность, это счастье для артиста, когда у тебя нет места в графике. Это же классно. Я тебе скажу, может быть, крамольную, но абсолютно вот мою истину. Вот эти визги, ааа, поклонники, фанаты. Я никогда не чувствовала, что я это заслужила. Я все время чувствовала, что что-то какая-то здесь, в этом фальшь. Знаешь, в кабале, который я чуть-чуть изучила, там есть такое понятие хлеб-стыда. Когда ты что-то имеешь, чего ты не постиг, не заслужил. Не твое. Есть модная сейчас психологическая, расхожая история, «Синдром самозванца». Сцена, аплодисменты, это мое. Но именно за это, я вот, ой, я ваше творчество. Какое мое творчество, о чем вы вообще говорите? Как будто чувствовала что-то неправильное в этом, или нечестное, или что я не на том месте, или не то делаю. Вот сейчас ко мне подходит гораздо меньше процент зрителей. Пусть я не выхожу на многомиллионные экраны, у меня нет в новогодних огоньках и так далее. Но мне вот этих десятков или сколько у меня тысяч, может, сотен тысяч, или сотня тысяч, прям, прям, слушающих мою музыку. Я им и так дорожу, и для меня это так ценно. Ну-ка, про семейную жизнь. Значит, получается, что замужем у нас все фабрикантки. Я, Саша, Ира. И даже Маша. И даже Маша. Кто-то у него замужем? Кто-то у него замужем. За Юрой Пашковым, надеюсь? Нет. За Пашей Артемьевым? Не за Пашей Артемьевым. Ты понимаешь, у нас вся программа, это Даня пытался троллить Иру на тему того, что у них был настоящий поцелуй, на понимаешь. Ты-то точно знаешь, у них номер заканчивался поцелуем в губы. Нет. Нет. Они никогда друг другу не нравились, как мужчина и женщина. Окей. Но поцелуй-то было сценические? Нет. Да как нет-то? Это было. Тебе это приснилось? Ты этого хотел, ты себе это придумал? Смирись. Ну, успокойся. Хорошо. А что у тебя было с Кабановым? Вот тут было, было. Было же? Что было, то всплыло. Так всплыло, давай рассказывать. Однако сам тут Малахова выйдал. Ну, было же. Ну, там что-нибудь проскользнула, там искра, костер. Я женщина замужняя. Я отказываюсь говорить о своих прошлых отношениях. Значит, было. Вот такие вот вагончики. Приедете сюда. Каланец. Что, поехали? Привет, привет. Давайте. Не раскачивайте. Ну, и были, слава богу. Все. Что тебе еще надо, Данечка? Ты счастлив? То есть, надо отдать должное Леше? Леша был кремень. Кремень мы взял. Хороший парень. Вот хороший парень. Не зря я с ним подружилась еще тогда. Молчу. Видишь уже? Я уже все. Все, покажи уже. Давайте. Фабрика звезд 4, группа Фабрика. Женя Волконская, Настя Кочеткова, Лелик. Известно, что песню Лелик солнце группа Фабрика посвятила своим однокурсникам, группе Корни. А вот Женя Волконская и Настя Кочеткова предпочитают петь о своих. Оказывается, кто стоит по центру, тот и главный. Это правда? Я только хотела потом поговорить. А что вы? Кто по центру, тот и главный. Ну так получилось. Я любила стоять по центру. Девочки были не против. Все, закрыли вопрос. Когда пришла Саша Савельева, что-то не совсем они были не против. Оказывается, были дискуссии в группе Фабрика по поводу того, кому сегодня по центру стоять. Как правило, стоял по центру тот, кто поет вот в данный момент. Сейчас я начала вот песню, я стою по центру. Все. Я обсуждаю. Первая строчка моя. А, выражаться. Сказала тебе да. Потому что это R&B чика. Нам так не велел петь Игорь Матвиенко. Мы никогда как не в любви не пели в душе, это не по-русски. А вы-то фолк, вы же народный. Женя Волконская и Настя Кочеткова на вас жаловались, что вы их перекрыли. Алина Рифулина сказала, деточка, это шоу-бизнес, что ты хотела? Кто работает, того и звезды. Собственно, чью песню поем, того и звезды. Да. Ох, вы вели уже себя как дренные девчонки, оказывается. Четыре года прошло, знаешь ли. Коронка не жала, нет? Нет. Все-таки я тоже другое поколение. Ой, год прошел, ну сколько там? 2004, два года прошло. Звездочка. Позитив и мажор уже об этом Ирка-то допела. У меня нет интернета, нет телефона, я не из центра, а из спального района. У меня нету тачки, нету тачи, нету кучи денег, я не одеваюсь в гуччи. Слушай лучше, зато я всех мажоров круче. Чем же круче? Да дай скажу лучше. Послушай, тебе правду говорю, ты моя и я тебя люблю. Маза! Можно так говорить? Да! Тут можно все. Он в ластах. Вы рыбачите? Это опять Арифулина ставила? Это группа-банда, которая просто... Я очень хочу, чтобы Тима это пересмотрел. А вот Тима, он такой добрый, он такой... Слушай, а может быть, мне с ним поехать в галерию? Какая-то интересная надстройка на классическую песню. Очень пошло. Вот! Они пошловаты? Подожди, подожди. Что есть такая? Мы сейчас дойдем до твоих фотосессий, вот там ты эту фразу и скажешь. Я считаю, что вот эта песня, вот «Девушки фабричные», «Лёлик», особенно вот эти две песни, они такие были невинные, какие-то они целомудренные, да, вот в этом было что-то. И сейчас вы хотите показать мои фотосессии в мужских журналах, небось? Да? Я просто... Мне редактор сказал, «Данечка, ты можешь посмотреть, вот какие были фотосессии времен фабрики?» А я знать не знаю, короче. Вбиваю в интернет и «Ах» и «Ох». И «Ах, я ох». Ну, да, наверное, это была самая горячая фотосессия, да. А это для какого, простите, для «Блэйбой» или для «Максима»? Не помню уже какой-то. Но какой-то мужской журнал. Да, вот эта фотосессия была вообще... Фон «Блэйбой» была, «Блэйбой». «Блэйбой». Нет, она не была никакой мужского журнала, она была на обложку первого диска. Но тут уже чулочки торчат, и как бы такая игривая непосредственность, но чулочки. Ну, это вообще, это фигня. Да, пинап был нашей фишкой. И тут тоже такой, ну, не совсем пинап, но такие. Это вот, вот это вот отсюда, отсюда, отсюда. Да, 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 да. Только потом убрали, отрезали. Думажку вырезали, да. Да, и тут уже были поиски с костюмами. Здесь тоже, ой. Странные кружева с яркими поясами. Это было плохо. Оп. Ой, ой. Господи, я в какой-то момент вас потеряла из такого пристального вида, а вы, оказывается, вот что творили. Они куда-то, так сказать, развращали малыш. Ну, росли девушки, росли, а что? Девочки фабричные выросли. И давай вот это все. И мы продолжали как-то лавировать на вот этой... Грани. Да, грани, да. Девочки, мы все посмотрели. Вы со всеми девочками посмотрели, или только меня поставили в такое неудобное положение? Мы каждую девочку поставили в неудобное положение. Если тебя это успокоило. Меня это не то, что успокоило, но... Обожаю, обожаю. Это романтика. Нет, это просто какая-то фотосессия. Это рыбка. Рыбка, да, вот эти костюмчики миленькие, наверное. Это рыбка. Хорошо. Нет, меня в этот момент, знаешь, только одно беспокоило. Твой кавказский папа, я его видела на фабрике, серьезный мужчина. Я сейчас, как сейчас помню, его зовут. Это Максим. Ой, какая-то упомянутая. Конечно, потому что я, когда увидела этого папу, я поняла, что про эту девочку я шутить не буду. И никакие глупости я тоже про нее в подводках говорить не буду, потому что кавказский папа как бы сам по себе очень сразу на многие вопросы отвечает. Но, блин, как вот он это вытерпел? Ты знаешь, это для меня самой загадка. Он разрешил мне это. Я каждый раз задавала ему вопрос. Каждый раз, когда поступала. Понимаешь, эти фотосессии, это же все шло через продюсерский центр. А не то, что мы бегали и искали их. И каждый раз Игорь Матвиенко мне звонил или писал и спрашивал. Я звонила маме, папе. И на мое удивление, папа говорил каждый раз, если ты считаешь, что это тебе нужно, делай. Господи, какой мудрый пап. Очень, очень. Ладно, он тебе дал это разрешение отцовское, но ведь еще и социум, в котором семье приходилось жить. Я представляю, что могли говорить соседи. Он прошел через ад, будучи отцом, кавказским отцом, мужчиной. Он уникальный. Он также отпустил меня в Москву 22 года назад, когда все въезжали и говорили, ты ненормально, этого нельзя делать. И он также разрешал мне совершать мои, пусть ошибки, но мои. При том, что безусловное почитание и уважение к нему у нас, как к отцу, вот мама сразу как вот воспитала в нас, оно стержнем в нас есть. Может быть, поэтому мы все, девочки, выбирая тех же спутников, мы не можем себе выбрать абьюзера или... Да ну-ду. Нет. Нет, абьюзер, я понимаю, о чем ты. Да, тиранического, да. То есть тиранического, который вот мы манипулируют, полностью контролируют и так далее. То есть у нас не было вот этого контроля. Он был строгим. Он мог сказать, так, вы возвращайтесь ровно в 8, если в 8.05 вы не зайдете. Мы однажды пришли в 8.05, и мы просидели 4 часа под дождем на лавочке под балконом, рыдая. Потому что он сказал, он выполнил свое слово, пока мама не сжалилась, папа, она его не уговорила, он в конце концов на спустил. То есть он был очень принципиальным. Когда он отпускал меня в Москву, он сказал так всем моим тетушкам и бабушке, если у нее нет головы на плечах, сидя здесь дома в запертий на Кавказе, пропадет. Если у нее есть голова на плечах, там в Москве в кругу соблазнов и всего самого такого опасного не пропадет. Я верю в нее. Ты в Кабардино-Балкарию с концертами приезжаешь? У меня были концерты несколько лет назад. Был даже тур такой по Кавказу, и мы его неплохо собрали. И в Нальчике тоже родном были. Много кто спрашивал, а почему же я из этнической программы не спела? Хотя всего две песни спела из этнической. Про мантры спрашивали. Очень много кто пишет и спрашивает из моей республики или Кавказа про мантры. Я знаю, что тема там деликатная. Особо я стараюсь не... Не педалировать. Не педалировать или не трогать, что ли, этот регион в отношении мантр. Хотят, приедут в Москву. Вот сейчас мы в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге будем делать концерты осенью. Возможно, еще Челябинск и еще какой-то город добавится. То есть ты уже прям вот пошел тур у нас. Это «Фабрика с Янойчу». Возвращаемся на «Фабрику с 21». Смотри, ты говорила, что очень хотела сольно работать. Вот мы сейчас посмотрим «Олимпийские». «Ой, мама, я влюбилась». Опять не твоя песня. Но я к чему? Почему? Я почему-то эту песню не полюбила сразу. Я не знаю, почему. Вот включайте «Ой, мама, я влюбилась». Мил, дружочек, не со мной. Где ты, где ты, ангел мой? Ох, устала я ходить, за нас нужно уводить. Измоталась она, очень плохо без тебя. Ох, сердечушка шумит. Вот как! Пойду, пойду в лес гулять, алые ягодки искать. Ах, подруженьки мои, ау, где же вы? Как так получилось, что у девочек есть сольные песни, у тебя нет? Хотя ты кричала громче всех, я хочу сольную песню. Три месяца на фабрике. Не знаю. Где сольная песня? Что значит сольная песня? Чтоб я одна прям пела? Да. Не знаю. Я не писала, может, поэтому. Но вот эта «Ой, мама, я влюбилась» это Саша Савельева песня. Саша, ну она там с автор... Там, по-моему, с авторствием, может кто-то, по-моему, по-моему, как раз Игорь Матвиенко или Полонский. Мне кажется, Игорь потроллил тебя просто. Не исключаю. Тань, походу, тебе не кажется. Я помню, я очень страдала от хореографии. Девочки как-то, особенно Ира Тониева и Сашка, они хорошо хватали. А мне так тяжело давалось. Я себя чувствовала каждый раз корявой коровой на льду. Я смотрю, я понимаю, почему я себя так чувствовала. И, вернее, это видно, что я себя так чувствую. Нет. Ну, это, видимо... Кстати, классная песня, что, я зря я сняла. Да, кстати, реально классная. Я предлагаю, кстати, еще танцы посмотреть. «Лечетыре моря, блестящие». А, за четыре моря. Може. За четыре. Там все как-то... Там была прям конкретная хоряга. Мы ее прям учили. Не ваша, а «Блестящие». Да, да, да. «Блестящие» пришли в дом. Это сейчас все в репортаже покажут. «Буратиношный» говорит. «За четыре моря». А, и у меня тьяный вопрос будет. У ко мне? Тут видит заминка, да. И с чем она связана? О, боже. Да не может, опять... Ну, я люблю вот такое, ну, чего. Слушай, они меня троллят, все эти люди, твои коллеги по «Звездному дому». Потому что половина этого эфира, ну, там же все реально в прямом эфире. Мне могут что-нибудь говорят, например. Я сначала объявляю номер, а мне в середине подводки говорят «Нет, мы не подводимся к этому». Сейчас артисты не готовы. А 40 секунд назад вы не могли мне это сказать, чтобы я пока шла на сцену, подумала. И поэтому вот, когда мне говорят, прям в центре подводки были все эти веселые косяки. Ну, видимо, один из них мы будем наблюдать. Вот мы сейчас об этом посмотрим. Когда на сцену выходит эта группа, сердца мужчин делятся на четыре части. Они не знают, кого из них они любят больше. Но сейчас будет совсем плохо. Товарищи мужчины, вам придется делить свое сердце на шесть частей, потому что к группе блестящие присоединяются наши Саша Савельева и Сати Казанова. Девушки, на сцену! Да, ну, для начала, давайте, секундочку, секундочку, секундочку. Песня пока еще подождет. Давайте посмотрим на то, как долго и упорно они репетировали все это. Блестяще пришли на фабрику звезд и вместе с девушками прогнали все это в нашем танцзале. А у меня на лице покерфейс. Это еще хорошее. Гениально. Как ты это вырулила. Диальки! И! Пам! Пам! Не торопись! Не торопись! Тагер! Точка! Диальки! Таган! Видно, что то у него не попадает. Видно, что я очень страдаю. Муки мучные. Мне больше, этому предшествовала истерика какая-нибудь. Да нет, я все в себе держала, что называется. Пока на кухню не приходили, она там кастрюлю. Ну и ладно! Голден состав. Голден блестящий. А золотой состав не с Семеновичей? А это Жанка здесь? Это Жанна еще. Жанна, да, темненько. Жанна, вот это золотой состав. Сразу не поверила тебе. Ой, видно, стеру. А вот девочки прописанные, блестящие. А мы живем! А вы живем, а девочки блестящие прописанные. Вот, здесь справедливость. Вот. Да, мы вообще здесь, когда не обнаружили мониторов, не кисло так офигели. В живом-то, в прямом эфире, без и нейров, и напольных мониторов. Саня, Саня какой? А у него нормально, кстати, получается, у Сашки. А почему он там оказался, я не поняла? А похоже вообще на бунта корабле, как будто он сам по себе. Он просто вышел и всю малину испортил. И теперь не ты в середине обердников. Непорядок. А за это нас тогда не стреляли, нет? Нет. У меня есть ощущение, что, скорее всего, этот кейс разбирали, когда у вас же был разбор отчетников, когда вы возвращались. Вас загоняли и с вами разбирали набор. Да, да. Интересно, как это разобрали. Одобрили ли, или наоборот это было наказуемо? Мне кажется, Лина ему за кулисами. Ну, выйди, выйди. Нет, мне кажется, Саша просто украл шоу, так нечестно. Знаете, он-то парень очень яркий, но он бы сам по себе, мне кажется, не посмел, если бы кто-то ему не подтвердил. Сколько детей у него уже? Четверо. Чего мой золотой? А что тебе говорит твой итальянский муж? Мы в процессе. Процесс длинный? Да, а что я всего пять лет замужем? Это у нас бабская программа. Извини, да. Ну, а как я еще вот с девчонками не виделась столько лет? О чем я сейчас рассказываю? Шемякина, она ревела. Она такая сентиментальная стала? Встала, а не производила впечатление. Нет, она была, кстати, баба кремень, казалось. Она же как раз единственная, кто не подписал контракт и не пошел с нами в этот гастрольный тур, в концерты. Хотя я совсем ее не представляла бы в этом всем гастрольном туре. И вот среди нашей всей шпаны оказалась... Направление алкоголем. Помнишь такие моменты? Все было. Ну, слушай, по 20 лет. Отпусти детей в автобусе. 20 человек. Сколько нас было? Типа 20 человек в автобусе на 3 месяца. Что тебе запомнилось историю, знаешь, вот кринж, трэш, за который стыдно? Ой, чего там только не было? Вот это алкогольное отравление, причем всем автобусом. Были драки, тоже была драка. Я уж не помню, кто с кем, но не в самом автобусе. Вот вы, как бы, за пределом автобуса, какая-то была драка. Не помню. Мальчики дрались, конечно же. Конечно же. Я думала, что ги там махалась. Я помню очень смешной, забавный момент, когда мы, мы, по-моему, Саша Савельева, утро, в 5 или 6, в 6 или 7 утра, мы как вообще несусветная рань, так нельзя вообще людей поднимать и вывозить. Мы едем, и мы почему-то с Сашей держим по банану и собираемся их съесть. Тут появляется Джейм Шериф и говорит, вы что, девчонки, даже обезьяны утром не едят бананы. Мы такие, в смысле, нельзя бананы утром, это очень тяжело. Такие, ой, блин, ладно. И не помню, что-то мы там какой-то дошрак, по-моему, забарили и съели. Это легко. Да, да, лучше банан съели. Мы нашли сати. Нас депортировали, так что мы в Тихуане. Нам нужно как-то обратно вернуться. Включите нам, пожалуйста, «Фабрика про любовь». Вот. Это второй сезон начала. Вас выцепили на концепт запуска второго сезона. Сорвали с гастролей. Это последняя телевизионная съемка Маши Аллыкиной. Да, Маша где-то через три месяца ушла. А мы сами по себе, да, без участников? Да, да, да. Вы как, приглашенны, типа, передать опыт новому поколению? Ну, слушайте, она изначально, Маша, у нее был конфликт внутренний. Она изначально не хотела. А с таким отношением она не могла быть частью этого целого. Вот ты сейчас, будучи другим человеком, прошедшим через ту трансформацию, которая с тобой случилась, глядя на Машину историю, можешь как-то пытаться объяснить, что случилось себе или ей? Ну, мне кажется, во-первых, я не вправе комментировать события и трансформацию, особенно это касается духовного пути, да, это даже не про религиозное имя, потому что она не про то, чтобы удариться в фанатиков и все такое. Это духовная трансформация. Это же ее сердце, это ее с Богом отношение. И я вижу, что это огромная сила. Мало бы кто между сценой, шоу-бизнесом, вот этой всей жизнью конфетивы и тем, что она выбрала, мало бы кто сделал такой выбор. Слушай, ну, со стороны, опять же, если мыслить стереотипами и штампами, а, к сожалению, только так мыслят люди, которые не внутри, любой человек, особенно массовый зритель. Тут в случае Маши были такие реплики, что, мол, как же, это же дар тоже божий, отречься от своего дара и уйти со сцены. Или в случае Маши фабрика была каким-то странным этапом в ее жизни, который, как бы, ну, вот была и что? Потому что, ну, как иначе это объяснить? Знаешь, поскольку я верю в реинкарнации, карму, дхарму, слово дхарма значит природа или предназначение человека. Если бы ее дхарма была быть на сцене, ее бы огромный процент и вероятность, что так или иначе привело бы обратно к сцене. Ну, допускается микро-микро процент, что человек, идя мимо своей дхармы или совершенно не по своей дхарме, проживает жизнь, но в следующей человек вернется, чтобы доделать то, чего он не доделал. Но, как правило, когда человек сильно отклоняется от того, что ему по природе суждено, он очень быстро уходит из жизни, чтобы вернуться снова, чтобы встать снова на путь и уже не отклоняться. Значит, получается, что Маша суждена так. Скорее всего, суждена вот так. Окей, все девчонки, мы обсуждали с каждой, не буду скрывать, город Иркутск, когда Маша сказала, что она больше с вами не работает. Это было в туре? Ой, драма такая была, да-да-да. Это было в туре, нам пришлось писать смс-ку Игоря Матвиенко, или она сама, по-моему, писала. У нее, причем, по-моему, не работал ее телефон, она с моего телефона писала смс-ку Игоря, я решила, типа, что уйду из фабрики, ну, я вообще уйду из проекта. Ну, а поскольку Игорь мудрый, вообще, нам очень повезло с продюсером, а мне так вообще, как с папой повезло, так и с продюсером, потому что меня никто не давил, меня никто не ломал. В общем, он ее без всяких слов отпустил, хотя он считал ее ярчайшей, может быть, даже самой яркой и самой харизматичной из всего проекта, потому что это правда, в ней ее вот эта телегеничность, фотогеничность и харизматичность были настолько яркими, но она выбрала это все пустить на другое. А он нам задал вопрос, хотим ли мы взять четвертую или будем продать втроем? Мы единогласно сказать, не хотим никакую новую четвертую. Там было Катю Шемякину взять. Дайте моему фанатскому сердечку представить, что группа фабрика... Фанфики. Фанфик — это то, что поклонники пишут про своих любимых героев. Это порой отдельные произведения, иногда даже очень хорошо написанные. И вот поклонники реально пишут литературные произведения, порой даже с картинками, истории из жизни любимых героев, как они их себе придумывают, поклонники. Ну то есть вот то, что Даня делает, это фанфик. Он придумывает то, что Тони воцеловалась с Артемьевым. Чистой воды фанфик, что я чуть замуж не вышла за Кабановой, и Катя Шемякина стала частью. Я полетела, я такого не говорил, я такой про любовь говорил. Она уже замуж за Кабанова. А значит, все-таки предложение-то делал? Нет, кстати. С этого не дошло. Мы можем, знаете, что посмотреть? Где все-таки Сати в центре? Это песня «Он с Мигелем». Он такой похож на... Да. Можно «Он с Мигелем». Ой, я, кстати, эту песню очень любила. Мне казалось, что это какая-то очень личная история моей любви, моей жизни. Поставьте, пожалуйста. Заглянул я в окно. Улица распит и мочит телефон. Нет, не звонит. Нам учился мечтать. Ночь на пролет. С тобой рядом опять. Только твой кот. Он такой похож на осень, Что роняет листья тихо. Мигелюшка-то вписался в танцы, Это прям его. В этом номере прям вот точно солирует Сати, А тут в этом вокал танцующий. Я не подписываюсь под это. У нас никогда не было такого. Вообще у нас позиционирования такого не было. Тот факт, что у меня ярко выраженные, Лидерские... Игиги. Кто, если не я, и я, если никто? Тут однозначно, ты решила проблему. Наслаждаются. Такая вся. Единственная моя. Пошли такие вопросики интересные. Было ли желание вернуться в коллектив, Когда уже ушли в сольное плавание? И приглашали ли выступать на концерте Матвиенко Вместе с другими участниками? Желания вернуться точно не было. Я была, видимо, настолько занята. Сразу вот впрыгнула. Я же не сидела и не... И не... Ностальгировала о прошлом. Я просто очень... Я всегда очень устремленная в будущее. Вот. Вот приглашений тоже не было. Они же достаточно быстро нашли замену. К ним Катя Ли пришла, а потом уже как-то вот... Попова потом пришла после... Саша Попова, а потом уже девчонки... Менялись, менялись, да. Уже менялись, менялись, да. Английскую версию песни «Счастье-привет» в 17-м году... Готовили для закрытого отбора на Евровидение, тут спрашиваю. Нет, кстати, никогда в сторону Евровидения я даже не смотрела. Если бы я и поехала, я бы с чем-нибудь этническим поехала. Никак не с поп-песней. Ваша любимая песня из репертуара группы «Фабрика»? Вот такой вопрос. «Лёлик», «Девушки фабричные», про любовь. Вот, ну, «Лёлик», во-первых, вот эта кукольность. Мне нравились эти прически, которые мы делали на эту песенку, эти платьица. Такой немножко из 50-х, 60-х. Такие немножко. Девушки фабричные. Ну-то как это? Там за рекой светят огни. Да, и, конечно, Игорь Игоревич мастер вот этих околонародных песен. А потом они вот так вот ноги раздвинули и балалайка. Помнишь? Кто что запомнил? А ты негодяй. И про любовь. Ну, про любовь не тленка. Понятно? Это главный хук этого клипа. Знаешь, можете сказать, нас заставили, но к чести сойти... Нет, 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 мы сами были рады. Мы сами были рады, нам никто ничего. Это рок-н-ролл, детка. Общаетесь ли вы с бывшими коллегами по группе? У Сашки я была дома, когда она родила малыша своего, Лёвушку. С Иркой мы общаемся, наверное, почаще. У нас даже там есть какой-то девичий чат. Да, да, мы общаемся. Не так просто часто. Будете ли еще выпускать песни в стиле поп? Вот, прям неинтересно. Кто прям расстроила? Сори. Согласитесь ли вы выступать, если предложат в первом составе? Если соберут такой концерт и мне скажут, вот, давай, вот, это фуфан. Это такой фуфан и с большой радостью их всех поведаю, обниму, выйду на сцену, спою. Трехну стариной. Реально воссоединиться и потом по городам увесим? Нет. Нет, 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 нет. Ну, первый канал должен что-нибудь делать уже, а? Слушайте, мне кажется, первый канал... Я это даже бесплатно готова сделать. А мы про деньги не говорили. Да мы и про воссоединение-то не говорили, и так-то. Ностальгия. Не отрекаемся от своего прошлого, даже несмотря на то, что живем уже другим вещами. Конечно. Тот, кто отрекся от прошлого, глупец глупейший. Он себя отрубил просто, как будто ноги. А это же все, что... Корни. А мы теряем корни. Паш, прости, я не хотела это делать. Уход из попсы лучшее, что вы сделали. Я по-настоящему себя нашла. Не жалеете, что раньше были эгоисты? Не жалею бы, я и сейчас эгоистка. Знаете, просветленная стерва. Редкий вид женщины. Угивительно. Понимаешь? На самом деле, ты просто... Ты сейчас рвешь мои шаблоны. Потому что в моем понимании просветленный человек. Вот она всегда должна быть в медитации. В отречении. Да, полный. И ничего ее не колышет перской. И там есть... Хоть ты... А сумочка Шанель все-таки... А нет, Шанель нам уже не друг. Не друг. А сумочка какой-нибудь... Она живая, ребята. Она настоящая. Ееее. И каждый раз закрывает глаза. Словно я наяву это вижу. Но в мокрых улицах после дождя. Нас обнимают ладони Парижа. У нас конкурс есть. Мы что тут это... Просто любоваться будем? На... На три задания. Номер один. Распечатай. Чтоб люди видели, что ты новый диск распечатал. Он 20 лет этого ждал. Момент этот. Я тебе серьезно говорю. Что-то хихихи. Они правда с тех времен. Это никакая не пань. Я хочу даже посмотреть. А вот в парадический центр Игорь Матвенко. Горбушкин двор. Молоток. О, боже. Ну да. В 2002-м фабрика вся случилась. Вообще фабрика звезд. Первый альбом вышел весной. Это был октябрь 2002-го года. Все верно. И вот может быть, если в октябре 2022-го сделают. Как вот это царственно было сейчас. Это что-то из прошлого случилось. Это не искрин. Предыдущая реинкарнация эта появилась. Это не искрин. Это правда. Это не искрин. Помеха в карме у нас произошла такая легкая. Это знаешь, как называется на санскрите? Самскара. То, что из прошлого отпечатки или паттерны из прошлого. Это самскара. Вот такая царственная самскара. Молодец, что поддержал меня, хлоп. Полезла на туру. Я не могу. Сколько в тебе женских сущностей вот этих разных. Ой, я с ними. Мне так весело. Мне так весело. Точно не соскучишься у тебя в одном доме. Так, девочки, слушай меня. Так, Данечка, что там надо делать с диском? Мы даже выполняем желания наших подписчиков. Да, Яна? Конкурс. Я его придумала недавно. Напишите фанфики, а? Фанфики? Какие-нибудь коротенькие. О статье Казановой или о группе Фабрика. Или Кабанов и Казанова. Но без пошлости. Знаешь что, темы не задавай. Ребята, вы можете писать фанфики на любые темы. Главное, чтобы героями были участники Фабрики звезд. Да, да, да. Да, не надо привязывать к кому-то. Вот прям Фабрика звезд. И вы выиграете вот эти прекрасные два. Все, ребят, я здесь напишу, да, свой автограф. Свой номер телефона. Мой автограф. И что, пишите? Пишите фанфики. Игра даже выходила. А здесь не мы. Здесь не мы, я не буду здесь ничего писать. Почему? А это другая фабрика. Ну, что? Это мне. Величко сказала, что не будет расписываться все. Перевожу тебе, значит, смотрите. Надо же, я даже не знала, что была компьютерная игра. Была компьютерная игра на пятом сезоне. Это еще вторая уже, была первая. Вот это да. Сколько же они на нас заработали. А сколько вы на них заработали? Вот без Фабрики ты бы заработала что-нибудь? Нет, нет. Не качеством, но количеством взяли. Поэтому, дорогие друзья, значит, группа Яна Чу. Пост под постом. И все еще живой, вечно живой Даня. Кстати, знаешь, что если она тебя замочит, то ты все равно возродишься где-нибудь. Да. Под видео пишите, значит, фанфики. Ставьте лайки, подписывайтесь, репосты. Все, девочки, эфир дальше ваш. Живите долго и счастливо, и слушайте песни группы Фабрика. Недобрейшие, светлейшие. Всем спасибо. Всем пока, будем надеяться, до встречи на юбилейном. На юбилейном концерте, который мы еще не придумали, но обязательно загадаем. Да, мы придумаем, организуем и сделаем, да. Да, что-то уже как-то, мне кажется, все сходится к этому. Субтитры сделал DimaTorzok